здравствуйте на телеканале север очередной выпуск программы спорт 100 и я ведущий андрей колавангин тема сегодняшнего выпуска выступление боксеров на турнире николая валуева который проходил городе санкт-петербурге с 13 по 15 февраля и моими гостями в студии сегодня будут президент федерации боксов на у денис гусев и тренер преподаватель по боксу дворца спорта норд александр андрюков здравствуйте здравствуйте турнир николая валуева достаточно серьезные престижные соревнования туда стремятся пасть боксеры в основном начинающие да и это уже не первый выезд наших спортсменов много много ли принимали участие спортсменов других регионов других городов и как прошло выступление следует отметить что этот турнир является традиционным и команда немецкого автономного округа принимает участие уже в третий раз в данных соревнованиях вот турнир престижный спортсмены достаточно высокого уровня не ниже первого разряда принимают участие и наша команда была представлена членами сборной команды немецкого автономного круга в количестве двух человек спортсмен студии никен кирилл поселка телевская и дронов даниил поселка искателей ребята показали достойный результат к сожалению у виду травмы деникин был снят поединка адронов даниил успешно дошел до финала и в равной борьбе равный абсолютно поединок был уступил немного хозяину турнира данных соревнований но был отмечен за лучшую технику хорошую подготовку физическую и это дополнительный стимул дальнейшим занятиям надо отметить что вообще возможность участия в этом турнире появилась благодаря поддержке губернатора не низко автономного круга кошина игоря викторовича в рамках социально-экономического сотрудничества между округом и компания башнефть полюс вот мы провели большую работу начиная с прошедшего года принимали участие во всероссийских соревнованиях памяти героев североморцев принимали участие в республиканском турнире в городе усинске провели хороший турнир в поселке красное окружной вот и вот это участие в турнире на призы чемпиона мира супертяжелом весе николая вылуева у нас завершающий в этом в этом подготовительном цикле поэтому ребята показали хороший результат и вместе с тем а атмосфера была хорошая то есть николай сергеевич приезжал в округ он помнит о ребятах помнит ту атмосферу в которую который он попал здесь в округе интересный такой факт я могу сказать что когда он приезжал и мы обменились мнением да он высказался таком таком ключе что в округе живут ощущения по заданным задаваемому вопросам одни боксеры перед когда я приезжаю в другие регионы вопроса жкх какой-то социальной политики да а здесь говорит вот со встречи с жителями округа он говорит я слышу только в основном вопросы о боксе о спорте о своей карьере вот такой хороший может быть и такой факт поэтому мы надеемся мы его пригласили вокруг еще раз вот он по возможности обещал быть поэтому мы надеемся что и здесь на более крупных соревнованиях которые мы будем устраивать он будет присутствовать на основном турнире николай валуева уровень подготовки соперников и как меняется результаты у наших боксеров по сравнению с прошлыми годами когда уже выезжали ну вот я отвечу на этот вопрос что география участников расширяется в этот раз принимали участие боксеры с литвы с эстонии боксеры принимали с кемеровской области естественно это спортсмены санкт-петербурга одни сильнейшие школы россии поэтому уровень достаточно высокий и конкурировать сложно откровенно сказать потому что вот особенно это в начале сезона когда вот мы начинаем после нового года готовится к переносам северо-западных федеральных округов поэтому конкуренция очень серьезная спортсмены серьезные поэтому до этого у нас были первые места и призовые но без призовых мест мы не уезжаем мы везем подготовленных спортсменов чтобы нам за округ не было обидно чтобы спортсмены показали достойный бокс и обрели достаточно боевой опыт александр следующий вопрос к вам прошлом году у нас появился первый мастер спорта в округе по боксу это ваш воспитанник и помаха александра ивановича я хотел бы узнать если у нас претенденты и перед к этому за высокому званию или кого-то можете назвать ребят которые подают такие надежды хотел бы конечно поздравить никита что первым в округе выполнил это звание шли мы к этому принципе почти 10 лет порно до сих пор никита продолжает заниматься будет представлять дальше округ на всероссийских соревнованиях а и спортсменов конечно есть широкий анатолий который надеемся что тоже выполнит будущем звание мастера спорта и также ребята подрастающие дмитрий рочев подает надежды вот сейчас тоже готовится он переста северо-западного округа пройдет в пскове дмитрий филиппов вернулся к нам после армии тоже порно занимается сказал что хочет добиться результатов моему в этом помогаем дениса с других школ у нас может быть не только дворца спорта норд есть уже тоже ребята которые приближаются к этому званию скоро могут претендовать ну дело в том что мастера спорта в боксе можно получить только в юниорском и взрослом взрослой программе бокса в возрастной группе поэтому вся сложность состоит в том что надо спортсмену дайте простить все ступени от средних юношей до юниоров вот и подающие надежды безусловно если ребята но вопрос очень сложный достижение мастерского звания возникает при ребята из школы выходят они поступают вузы переезжают куда-то вот и мотивация должна совсем быть другая то есть ребята которые тренируются и готовятся получить звание мастера спорта это это работа тяжелая работа которая требует значительных ресурсов и финансовых и физических и это надо полностью отдаться этой деятельности поэтому не так вот за 15 летний срок деятельности федерации у нас вот впервые вот мастер спорта появился за 15 лет то есть это сложная работа сложная не только в том плане подготовительном но и тренерском груди это сложная то есть смена подвести под нужные соревнования но это как образно если сказать кровь и пот то есть в боксе это в прямом смысле потому что вид спорта контактный олимпийский тяжелые конкуренция очень серьезная но естественно накладывается наши особенности то что мы живем достаточно сложных климатических условиях и подготовка и подготовка сложная поэтому я думаю что вот тот результат который был достигнут да боксерами и получено звание мастера спорта но действительно далось очень большой работой прошлом году прошел куба губернатора по боксу это достаточно значимое событие и было яркое шоу после этих соревнований люди повалили зал стали заниматься больше или что изменилось после такого соревнования для чего это соревнование проводится я считаю что это две основных причины для проведения вот такого уровня соревнования межрегионального и международного это прежде всего популяризация и пропаганда здорового образа жизни а второе это обретение необходимого опыта поединков у себя дома с сильными соперниками естественно что формат этих соревнований и мы традиционно уже взяли как матчевые встречи наиболее зрелищный программа вид программы поэтому естественно очень много зрителей в зале то есть у нас никогда не бывает пустых трибун когда проходят такого рода мероприятия вот и это сказывается на посещаемость и отбор детей и я могу сказать что очень активно сейчас у нас девушки идут но не только школьного возраста да ну и взрослые что убедительно что вот настолько у нас ну видимо привлекает этот вид спорта что у нас большой большой даже приток вот я говорю и по дворцу спорту норд девушки занимаются и по дюц лидеру девушки занимаются приходят самостоятельно это не может радовать что даже женский пол заинтересовал этот вид спорта хотя он достаточно жесткий и никак не скажу что он женский спорт вид спорта хотя сейчас это женский бокс включен в программу олимпийских игр и его развитие но шляется на общее российском уровне какие крупные соревнования ожидается в ближайшее время и какой результат можно ожидать от них но крупные соревнования для нас всегда очень важные крупные соревнования это перенства федеральных округов это своеобразный это допуск к финальной части перенства россии и поэтому задача стоит у нас прежде всего участие и победа хороший результат в перенства связи с федерального округа вот сейчас у нас будет проходить с 10 по 15 марта перенства среди юниоров наша команда тоже будет представлена здесь и в целом надо сказать что у нас вот на данный момент сложилась очень хорошая оптимальная ситуация когда мы представлены в боксе во всех возрастах со средних юношей старшие юноши юниоры молодежь вот у нас представлены все возраста боксе поэтому очень приятная работа и вместе с тем эта нагрузка на тренингской преподавательский состав то есть нас постоянные периодически выезды участие в соревнованиях то есть активно и вот идет продуктивная работа чего не хватает нашим спортсменам спортсменов в плане подготовки сейчас я услышал в норде есть проблемы появились с залом именно спортивном и для тренировки мало места это правда зал немножко уменьшился у нас в норде теперь мы соседствуем с тяжелой атлетикой пауэрлифтингом но факт в том что не хватает на место это не решающий фактор конечно уже когда мы вышли на взрослый уровень на взрослый бокс где выступают мужчины молодежь с 19 до 22 лет нужны конечно два раза в день тренировки чего мы не можем предоставить нашим ребятам это связанные с учебой где-то и работа не все учебные заведения идут на встречу начинают начинаются там свои проблемы по учебе у них вот но когда боксирует уже те же кандидаты мастера спорта мастера уже одной тренировки мало здесь надо и ребят привлекать немножко какие-то стимпендии возможным приплачивать чтобы они не бегали не искали работу где-то на право налево ну питание обязательно конечно должно быть не все родители могут их правильно кормить режим соблюдать в этом плане тяжело я считаю плане залом бы это решить можно есть инвентарь нужный тренерский состав хороший работа идет конечно упирается все центр спортивной подготовки скорее всего объединить ребят в одну группу сильнейших и проводить совместные тренировки денис александр спасибо вам за интереснейшую беседу я напоминаю с нами в студии были президент федерации по боксу университетного округа денис усев и тренер преподаватель по боксу дворца спорта норд александр андрюков на этом я прощаюсь с вами это была программа спорт 100 я ведущий андрей колавангин всего доброго занимайтесь спортом и будьте здоровы